Турбаза Как видите, они очень доброжелательны и всегда укажут правильный путь. В жару идти на подъем тяжело, обязательно берем с собой местную воду. Ну вот, мы уже знаменитых развалин замка, построенного в X-XI веках. По разным данным, он был построен еще при царствовании Баграта III или позже, при Баграте IV. Толстые каменные стены замка Круглого в плане выложены бутовой кладкой с облицовкой из крупного булыжника и, как видите, неплохо сохранились. Вероятно, этим камням тысячи лет. Местами высота крепостных стен достигает 10 метров. Ученые предполагают, что замок Баграта, скорее всего, был крепостью средневекового города и охранял порт в Устье Баслы. Опираясь на естественный рубеж, к ряду холмов, круто обрывавшихся над рекой, замок охранял подходы к городу и прикрывал с северо-запада подступ к Великой Абхазской стене. Я поэтому? Да, все-таки для таких моментов советую переходить в Брюках. Построен замок по всем правилам средневекового зодчества. Подойти сюда можно только с юго-востока, все остальные направления не приступят. Как видите, по этим стенам вполне можно ходить, и это того стоит. Из ампразуры сохранившейся башни замка Баграта открывается красивейшая панорама на город, порт и морской горизонт. Кто только не любовался этой картиной. По некоторым данным, замок Баграта ранее именовался замком Апва, и располагался на территории, которая носила древнеабхазское название Апва. На этих землях в 7 веке до нашей эры, приблывшие из Мадирюковой Греции мореходы, выходцы из города Милет основали Диаскуряду. Вот гости к нам приехали, хотим показать достопримечательность Сухум. Мне нравится здесь все абсолютно, тут и горы, и море, как говорится в песне. Море и горы радуют глаз, просто подняться и посмотреть, и душа радуется. Приезжайте все к нам, в нашу страну, души, Абхазию. Распуск с холма занял заметно меньше времени. Кстати, это элегантный фасад фарк-отеля, замок Баграта, названного в честь этого достопримечательного места. А теперь самое время перекусить. И как раз в этом районе большой выбор ресторанов и кафе с местной европейской кухней. Наше маленькое путешествие подошло к концу, но дальше будет еще интереснее. А мы желаем вам анусы, что переводится в Абхаз, что обозначает счастье. Добро пожаловать в Абхазию!